Вопрос очень важный также его понять, потому что относительно него есть разногласие. Называется Ру, это Наби, салаллаху ас-саляму, для Раббихи, аз-за-ваджаль. То, что пророк, салаллаху ас-саляму, видел Всевышнего Аллаха, аз-за-ваджаль. Что мы говорили про видение Всевышнего Аллаха? Говорили то, что есть единогласное мнение, что невозможно в этой дуне увидеть глазами Всевышнего Аллаха. Это единогласное мнение. Кроме всех мусульман, не только христиан, кроме суфи, Кроме суфи, у суфи можно увидеть Всевышнего и в дуне, и в ахир. Так или нет? У джагмитов или муатадзилитов нельзя увидеть Аллаха ни в дуне, ни в ахире. А у ахрит-сунна можно увидеть в ахире, и нельзя увидеть в дуне. И верили то, что вера увидит Всевышнего Аллаха в субный день и в раю. А вот это уже другой вопрос. Видел ли пророк, салаллаху ас-саляму, Всевышнего Аллаха в этой дуне? Видел ли пророк, салаллаху ас-саляму, Всевышнего Аллаха в этой дуне? Говорит, «Ва аннуху раа раббаху аз-за-ваджан». И также мы верим в то, что посланник Аллаха саламу видел Всевышнего Аллаха. Каматаля аз-за-ваджан. Как понять? Только что мы сказали, что невозможно увидеть глазами Всевышнего Аллаха. Абзуржани аль-Махдиси и говорим, что это не в глазах у меня. Абзуржани аль-Махдиси говорит то, что видел своего Господа. Говорит Каматаля аз-за-ваджан, как сказал Всевышний Аллах, «Ва ла сад раа гу на взглядом ухра». И он видел его, то есть пророк, саламу аз-за-ваджан, видел его на взглядом ухра, во время второго несхождения, у лотоса крайнего предела. То есть есть разногласия относительно этого аята у еще современных подвижников. Некоторые сказали, здесь имеется в виду, он увидел Всевышнего Аллаха дважды. Он увидел Всевышнего Аллаха дважды, но чего у лотоса крайнего предела. Это слова Ибн Аббаса. Это название того Ибн Аббаса. Однако достоверное мнение в этом вопросе, что в этих двух аятах речь идет о том, о Джибрилле. То, что пророк, саламу аз-за-ваджан, увидел во время Мираби, во время Вознесения два раза Джибрилля. Увидел Джибрилля два раза. И не видел Всевышнего Аллаха. Как сам об этом посланник Аллаха, саламу аз-за-ваджан, он сказал, «Ан-нуру, ан-на-ара». Он сказал, что, когда его спросили, «Адра айтараббак, видел ли ты своего Господа». Он сказал, «Я видел свет». А в другом приводит он сказал, «Свет, как я могу его увидеть?» То есть был свет, и я не мог его увидеть. Потому что Всевышний Аллах закрывается от своих творений чем? Сезжаем он, закрывается покрывалом. Один из этого этот довод не годится приведение в довод на то, что посланник Аллаха, саламу аз-за-ваджан, видел Всевышнего Аллаха своими глазами без покрывала. Так, в этой дуне. Почему мы говорим в этой дуне? Не раньше в этой дуне было, не в этой дуне. В этой так или нет? То есть пророк, в основном, еще был живой. «Калал имам Ахмад, сфимару и на ангу». «Сказал имам Ахмад в тех словах, которые передаются от него». «И мы верим, что пророк, в основном, видел своего Господа». Потому что это передается от пророка, саламу аз-за-ваджан, застоверным и снадом. Передает его, ката, от Икри, от Ибн Аббата. И действительно есть садисы, в которых приходят, что пророк, саламу аз-за-ваджан говорит. «Я видел своего Господа в самом прекрасном виде». Так, в самом прекрасном виде. Так вот, этот садис передается от 16 из подвижников. Этот садис передается от 16 из подвижников. «Запишите у тебя, чтобы по сноскам не бегать, потому что сносками на 10 страниц разнулись». То есть, передается хадис о том, что пророк, саламу аз-за-ваджан видел Всевышнего Аллаха в наилучшем виде от 16 подвижников. Все эти хадисы являются слабыми, кроме следующих. Кроме хадиса от Джабира ибн Асамура. Хадис Джабира ибн Асамура. Также хадис от Саубана. Хадис от Саубана. Оба они являются хорошими. Так, оба являются хорошими снаду. И также со слов Тариха ибн Шигаба. Со слов Тариха ибн Шигаба. Тариха ибн Шигаба. Так, значит, Джабира ибн Асамура. И Саубан. И Тариха ибн Шигаб. Вот от этих трех подвижников передается сообщение о том, что посланник Аллаха видел Всевышнего Аллаха с хорошим и с надом. С хорошим и с надом. Все три и с нада хороший. Недостоверный, то есть не доходит до уровня достоверный. И также есть разногласия относительно хадисов со слов Муаза ибн Джабира. Муаза ибн Джабира. Относительно его достоверности есть разногласия. Разногласия считают его достоверными имам Ахмад и имам Аль-Бухари. Имам Ахмад и имам Аль-Бухари. Но имам Аддар Ахутин назвал его Муцарик. То есть сказал, что он слишком запутан. Исходя из этого, что касается шейха Взешних, так, что шейх Абу Амар Аль-Хаджюри называет хадис славом. Шейх Абдул-Карим Абу Амар Аль-Хаджюри называет его славом. Шейх Мухаммад ибн Али ибн Хизам называет этот хадис достоверным. Называет этот хадис достоверным. Так. И давайте зачитаем текст этого хадиса. Книги у нас нет. Я привел его, что или принес его в другой книге. Он приводит имама Ахмада и имама Тирмиди. Со слов Муаза ибн Джаббеля. Со слов Муаза ибн Джаббеля. Слушаем, да? Однажды посланник Аллах задержался и не вышел вовремя на утренний намаз. Так что мы даже уже почти начали видеть солнце. То есть сильно задержался, не выходил, почти уже солнце начало выходить. И тут он быстро вышел. И дали Ихаму на намаз. И посланник Аллах провел с нами утренний намаз. И провел его быстро. Так что не затягивал его. Так как время уже выходило. После того, как дал салам, он обратился к нам своим голосом. И сказал Сидите на своих местах, так как вы сейчас сидите. Затем повернулся к нам. Потом сказал Я расскажу вам, что задержало меня от вас, от этого утреннего намаза. В эту ночь я проснулся и взял малое омовение. И выставил намаз только, сколько мне было предпишено выстоять. Но в этом намазе я задремал. То есть сон меня преодолел. А, преодолел, что сделал? Переборол. Сон меня переборол и я задремал. По стаспальту и мое тело стало тяжелым. И тут я увидел своего Господа. Благословен он и превышен в наилучшем обличии, в наилучшем виде. И он сказал мне Я Мухаммад. О Мухаммад. Я сказал Вот я перед тобой, мой Господь. Сказал Всевышний Аллах. О чем спорит или о чем разногласит высшее общество, то есть общество ангелов. Я сказал О чем спорят ангелы. И я увидел, как Всевышний ложит свою кисть между двумя моими лопатками. Так что я даже почувствовал холод кончиков его пальцев между двумя своими грудями. То есть груди где? Впереди. То есть Всевышний Аллах положил свою кисть на спину пророка Сава Саламу между лопатками. А холод от его кончиков пальцев почувствовался впереди. И после этого я увидел вещи. То есть у меня открылись знания. И я узнал ответ на этот вопрос. И он сказал Я сказал Я перед тобой, мой Господь. Сказал Всевышний Аллах. О чем спорят ангелы. Я сказал Относительно тех дел, которые прощают грехи человека. То есть если человек будет их делать, то его грехи будут прощаться. Сказал А что это за дела? Культу говорит посланник Аллах. Я сказал Это ходьба на джема. Так на намаз джема. То есть человек чем дальше живет от мечети и чем дольше идет, тем больше ему грехов прощается. Вон джинусе фельма саджит бадов халават. А также сидение в мечетях после намазов. А также брание малого омовения или совершение малого омовения в тяжелой ситуации. Например, когда холодно и тому подобное. Потом сказал Относительно еще чего они спорят. Относительно кормления бедняков. И относительно благих слов. И относительно намаза еще в глубине ночи, в то время, когда все люди спят. То есть все эти дела, если человек их делает, прощаются ему. Его грехи, которые он делал. Тогда сказал мне, Всевышний, спроси, чего хочешь. Говори, о Всевышний Аллах, я прошу у тебя, чтобы ты дал мне делать благие дела. И помог мне оставить дурное. А также, чтобы я полюбил бедняков. И чтобы ты просил меня и помиловал меня. И если ты захочешь испытать какой-то народ, чтобы ты забрал меня неиспытанным. Я прошу у тебя твоей любви, а также любви тех, кто любит тебя. А также я прошу у тебя любви тех деяний, которые приближают к твоей любви. Еще раз повторяю то, что слова тех, которые мы перечислили, Джабир и Ибнусамура, а также Саубад и Тарапин и Шхад. Примерно такие же слова, как в ходите Муаза и Ибнус Джабаля. Но Муаза и Ибнус Джабаля есть разногласия и его достоверность. Что касается трех свидетельников, которые перечислили выше, то они достоверны. Теперь вопрос. Что говорит Мухаммад? Говорит Рауа Катада на Икрима на Ибн Аббаз. Говорит имам Абдул-Ханя-Аль-Махдихи, передавая слова имам Ахмада о том, что хадис о том, что посланник Аллах, сказал, что он видел своего Господа, передается по цепочке Катады от Икрима и от Ибн Аббаза. Затем он, страница на странице 85, говорит. Говорит. А также по дороге Хакама и Ибн Аббана, от Икрима и от Ибн Аббаза. А также по дороге Али Ибн Зейд. Что такое Али Ибн Зейд? Али Ибн Зейд и Ибн Джудан. Так слабый. А Юссуф и Ибн Меган, от Юссуф и Ибн Мегана и Али Ибн Аббаз. От Ибн Аббаза. Так вот, хадис Ибн Аббаза относительно этого, потому что пророк, который видел сегодня, является слабым. У него два изнада, один слабый, другой больной. Один слабый, другой больной. Не является достоверным. Говорит дальше имам Аббаза Али Махдиси. Валь хадис аля ва иринии камаджа анинави, салава ассалама. И мы воспринимаем этот хадис внешне, так как он пришел от пророка, салава ассалама. Валь каламу си видаа. И не обсуждаем его, так мы не углубляемся. Как это произошло и что это было и так далее. Потому что слова относительно этого являются нововведением. Валя кин му мин убеги. Но мы верим в это камаджа аля ва ирии. Как это пришло в этом достоверном хадисе. Валя нуназыру тиги ахадан. И не спорим относительно этого хадисами с тем. То есть, если кто-то вступает с нами в спор и говорит, нет, это не может быть, потому что если бы было так, то было бы так и так далее. Мы в спор не влезаем, а лишь приводим достоверные снады этого сообщения. И здесь нужно зачитать одну из снос от шеиха Абамра Аль-Хаджури относительно этого хадиса. Во-первых, что? Насистие какая, результат какой? То, что касается аятов о том, что посла Николаев Пасамбиддил в Севышнем во время Второго Несхождение около Лодоса Крайнего Предела, то правильное мнение, что это аяты о чем? О том, что пророк Пасамбиддил Джибриле. Приходят некоторые аяты, Джибрил Джибриле в его настоящем виде. То есть обычно Джибрил приходил к нему в виде человека, там, в другом том-то виде. А здесь имеется в виду, видел его во время другого Несхождения, то есть в его истинном виде, в таком, каком он есть, Джибриль, так? А что касается, видел ли пророк Пасамбиддил, Севышний Аллах глазами, то он не видел Севышний Аллах глазами во время Мяорадия, во время Вознесения. Как это пришло у мусульма, так и в других сборниках. То, что он сказал, я видел свет, а в другое время, или в другом реватишке сказал, я видел свет, как я могу увидеть Аллаха? То есть, слишком яркий был свет, я не смог увидеть Всевышнего Аллаха. То есть, это говорит о чем? О том, что он видел, покрывал Всевышнего Аллаха, но не видел самого Всевышнего Аллаха во время Мирадия. С этим разобрались? То есть, во время Мирадия послан Николасов не видел Всевышнего Аллаха глазами. Это разобрались. А что касается этого хадиса, где пророк, саламом, говорит, что он во сне увидел Всевышнего Аллаха в наилучшем виде, как в этом хадисе, который мы зачитали выше, Говорит относительно него шейх Абу Амр Аль-Хаджури на странице 84-е. Фаль-Хадису Сахих. Нашли? 84-е. Фаль-Хадису Сахих. И этот хадис является достоверным. Аль-Хамду лиллях. И хвала Аллаху. Валя тахтар битадайф мухатташи муснат Ахмад мил-Хадис. И не обольщается тем, что те, которые делали тахтес на муснат Ахмада, объявили, что этот хадис слабый. То есть муахтаса Тур-Рисаля, так или нет, сделали ее тахтес шами. То есть в Сирии и так далее. Те, которые делали тахтес муснат Ахмада, являются шаритами. То есть по убеждениям ашаритов, что по убеждениям ашаритов не верится во то, что Всевышнего можно увидеть и так далее. Так как они это отвергают. Суаиба Арнаут? Нет, не Суаиба Арнаут, другие. Они приводят, что достоверность или слабость со слов Суаиба Арнаута и Абдул-Кадир Аль-Арнаута. Но сами мухаттасы другие. Понял, да? Так вот, эти мухаттасы сказали, что этот хадис является слабым. Говорит шейх Абу Амра Хаджури, «Паиннагу мюсахи гуна магуадунагу сельмартаба». Сами же они говорят, что называют достоверным те хадисы, которые гораздо слабее, чем эти хадисы. То есть здесь хадисы муссути имама Ахмада гораздо слабее, чем эти хадисы. Эти хадисы пришли от 16 подвижников, из них от 3 или от 4 достоверных. Менее слабые, более слабые хадисы они иногда называют достоверным. А этот, несмотря на то, что он достоверным, назвали его слабым. Почему? Но когда этот хадис, они увидели, что он противоречит их ашаритской идеологии, назвали его слабым. Из-за своих простей. Это несмотря на то, что Шуайбл-Арнаут и Абдул-Кадр-Арнаут назвали хадис достоверным, где стоим тахтих на даду маад. То есть здесь эти мухастаки берут слова Абдул-Кадр-Арнаута и Шуайбл-Арнаута на тахтих муссути Ахмада. Почему здесь они тоже его слова не применили? То есть здесь они упустили, их слов не упомянули. Сами от тебя написали, что хадис слабый. Хотя на все остальные хадисы приводят их хоком, их постановление. Ясно или нет? Так, братья, поступают то Ахмил-Абула, люди своих простей. Называют достоверным то, что им выгодно, а то, что им невыгодно, они называют слабым. Даже если это противоречит явным доводам. И один Аллах, необходимо обращаться к нему за поддержкой. Говорит дальше шейх Абу-Амран Хаджури, что касается видения этого, то, что пророк, что он видел Всевышнего Аллаха, то имеется в виду видение во сне. То есть во сне пророк, что он видел. Не глазами видел наяву, так как это невозможно, а видел так сердцем своим во сне. Как на это указывают эти хадисы. То есть также в хадисе пришло то, что он читал намаз, так и заснул. Так или нет? Делая его дремота, и вдруг он увидел Всевышнего Господа. И собирая между этим хадисом и другими хадисами, достоверными, явными из Кур'ана и Сунны, то есть из аятов также Кур'ана, то, что Всевышнего Аллаха невозможно увидеть глазами в этой ближней жизни. А что касается, можно ли увидеть Всевышнего Аллаха во сне, то между салифами есть разногласия в этом вопросе. И хадис указывает на это. То есть указывает на возможность этого. А что касается увидеть Всевышнего Аллаха глазами, то нет никакого разногласия среди салифов, то, что Всевышнего невозможно увидеть глазами в этой дуне. И даже Ибн Аббас, который сказал, что пророксов увидел Аллаха во время Миярадия дважды, имеет в виду чем? Сердцем своим. Как мы это засчитаем дальше? Он говорит, видел его своим сердцем дважды. Не говорит, что он видел его глазами. Понятно ли? Даже Ибн Аббас, который говорит, что во время Миярадия видел, имеет в виду, что это сердцем. А не глазами. А что касается того, что пророксов увидел Всевышнего Аллаха глазами в этой дуне, то на это нет никакого довода. И об этом не сказал никто из подвижников. Если же кто-то скажет, что Ибн Аббас сказал, что мы ответим, он имеет в виду, или сказал, что он видел его своим сердцем, а не своими глазами. Понятно ли нет? И так же никто из известных имамов не говорил этого, что пророксов видел глазами Всевышнего Аллаха. Адалу Шейху Алисламу Киджамиль Масайль. Об этом сказал Шейху Алислам Ибн Таймия в книге Джамиль Масайль, 1-й том, 105-я страница, Валлаху Ана. И один Всевышний Аллах лучше знает. Так. К тому же этот хадис, этот хадис, где приходит? Приходит то, что это было в Медине. Так или нет? То есть пророксов проводил какие намазы? Намазы коллективные, со стольюжниками, где? В Медине. Так или нет? То есть явный контекст этого хадиса, что эта история, то, что пророксов видел Всевышнего Аллаха во сне, произошла где? В Медине. А Меарад, где произошел? Исра Меарад, где произошли? Произошли в Мекке, так, то есть в Виканском периоде. И, кстати, это я забыл отметить во время вопроса Меараджи и Исра Меараджи. Это у себя что? Отметьте заново. То, что Исра и Меараджи произошли после пророчества, то есть после того, как пророк стал пророком уже, то есть не до того, как он был пророком, а после того, как он стал пророком и до переселения в Медину Биличма, по единогласному мнению. Это один пункт, который я забыл упомянуть во время Алисава во Меараджи. То, что Исра и Меараджи произошли, по единогласному мнению, после того, как пророк стал пророком, то есть не до пророчества, так, не до 40 лет, а после, и до переселения, но до переселения в Ледину. То есть в Микканке период, когда пророк был пророком Шар-Алла Али-Ассаляма. Это по единогласному мнению того имамов, ученых, а также историков. А что касается конкретной даты, когда это произошло, такого-то рабиоль, ауаль, такого-то и такого-то, как у нас справляют разные праздники, то на это нет никакого достоверного довода. Ясно? Нет никакого достоверного довода на то, в какую конкретную дату произошло вознесение и перенесение пророка Шар-Алла Али-Ассаляма. Поэтому тот, который празднует в Исра-Миарад в какой-то конкретный день в наших республиках, не имеет на это никакого довода и не может на это привести достоверного довода. Дальше. Продолжаем читать слова имама Абдул-Ханя-Аль-Магдаси. Говорит. И так же передается от Икримы. Вот им на Аббаса, Акаль, то, что он сказал. Имна Аллах Ассаса Ибрагима бель-Хулля. Поискни Всевышний. Избрал Ибрагима. Чем? Тем, что Ибрагим был его другом, так, или возлюбленным. Освафа Муса Абель-Калям. И избрал Маитея или Мусу Али-Ассалям. Чем? Словами, то, что Всевышний разговаривал с ним словами. Освафа Мухаммадан Берруйя. А что Мухаммад Ассалям избрал? С видением. То, что Пророк, в основном, видел Всевышнего Аллаха. И этот Иснат является достоверным от Ибн Аббаса. Иснат является достоверным от Ибн Аббаса. Это вместе с тем, что Мухаммад Ассалям так же был возлюбленным Всевышним Аллахом или другом Всевышнего Аллаха. И так же был тем, и так же разговаривал с Всевышним Аллахом без посоленника во время Дня Аранжи. Так или нет? То есть, что касается того, что он видел Всевышнего, то имеет в виду во сне, своим сердцем. И передает Ата от Ибн Аббаса то, что он сказал. Это у имама-муслима, это тревоят у имама-муслима. Приходит со словами Видел своим сердцем дважды. И относительно, что этого тоже есть разногласия. Некоторые сказали, что Ибн Аббаса имеет в виду, что Пророк сам видел своего Господа дважды своим сердцем во время Мираджи. Другие говорят, нет, во сне два раза видел, что Всевышнего Аллаха. И правильное мнение, что он видел Всевышнего Аллаха во сне однажды. Однажды. А что касается слов Ибн Аббаса, то он имеет в виду, где? Имеет в виду во время Мираджи. И это достоверно не установлено. И передает от имама Ахмада то, что ему сказали. Как ты ответишь на слова Аиши, кто считает, что или кто утверждает, что Мухаммад видел своего Господа, тот лжет. Ну, это хадис. Здесь, как называется, не до конца приведенный хадис. Не до конца приведенный хадис. То есть Аиша опровергала то, что Пророк сам видел своего Господа. Когда люди начали говорить, что во время Араджи, Пророк сам видел Аллаха, она сказала, кто скажет, что Пророк видел Аллаха, тот лжет, тот не прав, тот ошибается. И когда имаму Ахмаду задали этот вопрос, как ты ответишь на слова Аиши, он сказал, он сказал, сказал Пророк, я видел своего Господа. Это имеется в виду, где видел? Имеется в виду во сне, в медине, а не во время Араджи. Я видел это своим сердцем, они его знали. Вот и хадис Шарик, Ибн Абдилля ибн Абдилля ибн Абдиламир. Ибн Абдиламир. Кто такой Шарик Ибн Абдилля ибн Абдиламир? Шарик Аль-Кады. Так, славы передачи. Шарик Аль-Кады. Анна Сирли Малик, который передает от Анна Сирли Малик. Анна Навия, салалу асалам Акаль. То, что Пророк, салалу асалам, сказал, описывай миарадь, параджату илароби, и потом я вернулся к своего Господу, в гофи макани. А он по-прежнему на своем месте находится. Что то есть? То есть Всевышний Аллах. Так вот, этот хадис, зачем привел здесь Абдилля ибн Абдилля? Чтобы доказать, что Пророк, салалу асалам, видел Всевышнего Аллаха своими глазами во время миарадья. Ну это, или сердцем во время миарадья. Но это является недостоверным. Что касается этого хадиса от Анны Сирли Малик, то, что Пророк, салалу асалам, сказал, и я вернулся к своему Господу, а он в это время находился, по-прежнему находился на своем месте. То есть, как я ушел от него, он там же, так и вернулся. Он там же. Что это хадис? Вот с этим вот словом больной. То есть, в нем есть болезнь. И именно вот это слово не является достоверным. Параджаку и народ Биогулки на Кане. Так и не является достоверным. И оно не приводится в Бухарии, в Муслами, когда скажут Абдранен Мазлите. Именно это слово в Бухарии, в Муслами не приводится. А приводится с другим словом. Если мы зачитаем ниже это хадис, то он приходит каким словом? И Гибриль поднял пророка обратно к кому? К Каббару, то есть, Всевышнему Аллаху. И сказал Аллаху, и он находился на своем месте. Я раб, он мой Господь. То есть, не сказано, что это Всевышний находился на своем месте. А кто? Пророк, согласно, находился на своем месте, когда задавал или просил у Всевышнего Аллаха, чтобы он уменьшил количество намазов в 50 нас меньше. Ясно или нет? То есть, исходя из этого, и то какой, то, что хадис приходит у нас в Бухарии, да, приходит у нас в Бухарии о том, что пророк, Всевышний Аллах, изменил ему обязан в 50 намазов. Затем он пошел обратно, и Майсмута, алейсалям, сказал, вернись, попроси меньше. Твоя умма не сможет выполнять 50 намазов. Пророк потом посмотрел на Гибриля, якобы, как ты думаешь, то есть, что ты ответишь на это? Пойдем ли, Всевышний Аллах обратно? Он сказал, пойдем. И Гибриль поднял его во второй раз к Всевышнему и говорит, и сказал пророк, и он на своем месте. То есть, не говорит тебе явно, что имеется в виду Всевышний Аллах на своем месте. Так или нет? Сказано, кто и сказал посланник Аллаха, и он на своем месте. Кто он? Ближе то, что он, это посланник Аллах, так как до мир, то есть местоимение, возвращается к ближайшему то, что упоминалось до этого. А упоминался до этого кто? Посланник Аллах, и потом сказано, что посланник Аллах попросил облегчение Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах уменьшил количество намазов и так далее. А что касается имама Муслима, то он вообще не приводит это слово, о том, что Всевышний Аллах был на своем месте, или Пророк Солсом был на своем месте, то есть этого слова он вообще не приводит. Зачем мы разбираем этот хадис? Потому что Абдулганя Аль-Мазбиски приводит этот хадис для того, чтобы доказать, что раз Пророк Солсом говорит, я к нему вернулся, а Всевышний находился на том же месте, значит Пророк Солсом его видел, либо глазами, либо чем, либо сердцем. Что касается глазами, то это невозможно понять на ваш мнение, что касается сердца, вот говорит этот довод. Но мы сказали, что этот довод именно с этим словом слабый, в нем есть болезнь, а что касается имама Бухари, то он привел его не с этим словом, а что касается имама Муслима, то он вообще не привел этого слова. Так. Более того, имам Муслим указал на слабость этой передачи, которая есть у имама Аль-Бухари, у имама Аль-Бухари, и многие из хафизов критиковали этот ривоят, который приходит у имама Аль-Бухари. Так, то, как имам Муслим там же, так и имам Аль-Беха, и Абдул-Хак Аль-Ашбили, и другие. Абдул-Хак Аль-Ашбили и другие. Говорит имам Аль-Бухари, и этот хадис в длинном, то есть в полном его виде, приводится где? В Бухари и в Муслим. То есть мы уже сказали, в каком виде он приходит в Бухари и в Муслим. Так или нет? То есть не в том виде, в котором приводят Аль-Бухари. Почему здесь так Аль-Бухари говорит? Потому что он хафиз, так или нет? То есть он книги пишет по памяти, написал этот ривоят, почитал, что он находится в Бухари, ошибки в этом. И говорит у Аль-Мункиру лихази лабза радзун аля Аллахи в Расулии. И тот, кто отвергает это или это слово, тот является опровергающим Всевышнего Аллаха и его посланника. Но мы сказали, если бы это было достоверно, действительно было бы так. Но это является недостоверным. Исходя из этого, закончили вопрос, видел ли пророк, саламу ассаляма, своего Господа, своего Господа глазами или сердцами, или во время аража, или нет, и так далее. К какому выводу пришли? Просто есть три разных понятия в этом вопросе. Первое. Видел ли пророк, саламу ассаляма, Всевышнего Аллаха во время арадия глазами или сердцами? Во-первых, сказали, что пророк не видел Всевышнего Аллаха ни во время арадия, ни где-либо в другом месте в этой дуне, и никто не видел, и это невозможно по этим глазам мнению. И никто из подвижников, а также имамов никогда не говорил, что пророк видел Всевышнего Аллаха своими глазами. Это первое. Во-вторых, мы говорим, что не установлен достоверно, что пророк Холстан видел Всевышнего Алла своим сердцем во время Меорадия, во время Вознесения. Нет на это достоверности в голове. Что касается аяту, то в нем речь идет о Девиле, которого пророк Холстан видел в наилучшем или в самом настоящем его виде. Что касается холстана Аббаса, то он сделал как фиры этому аяту, посчитал, что пророк Холстан видел Всевышнего Анни Девриля, и это не является достоверным. И даже если это было бы достоверно, то в нем не приходит, чтобы Всевышний видел глазами, а как сказал Аббас, видел своим сердцем дважды. Теперь следующий вопрос. Значит, разобрались, что пророк не видел глазами ни там, ни здесь, не видел сердцем во время Меорадия, и сказали, видел сердцем во сне однажды, и на это есть довод. Так или нет, что пророк Холстан один раз видел во сне Всевышнего Алла своим сердцем. Где это было? Это было в Медине, и из-за этого сна он задержался от утреннего намаза, так или нет, запоздал для проведения утреннего намаза, где со сподвижниками в Медине. Исходя из этого, идеология у нас такая получилась, что пророк Холстан видел Всевышнего Алла с сердцем во сне однажды. Все понятно ли мне? Остальное все достоверно не установлено. Что касается, может ли увидеть другой кто-либо, кроме пророка Холстан во сне Всевышнего Аллаха своим сердцем, то в этом вопросе тоже есть разогласие среди обладателей знаний. Большинство ученых считает то, что любой человек, то есть любой праведный человек, имеется в виду так, может увидеть Всевышнего Аллаха своим сердцем во сне. И это достоверно пришло от имама Ахмада и от имама Аль-Аузаи, от имама Ахмада и от имама Аль-Аузаи, то, что они видели Всевышнего Аллаха во сне. Но это не означает то, что тот, который видел Всевышнего Аллаха во сне, после того, как проснется, может описать Всевышнего Аллаха. Понятно ли? То есть видел его так, что не способен описать его после того, как проснется. Ясно ли мне? Ясно. Вот он, в этих молчках, видел сердце, ага... Во сне видел сердце, да, то есть человек сновидение чем видит? Сновидение видит человек сердцем. Так или нет? То есть Всевышний посылает ему сновидение, которое человек во сне видит сердцем. Понятно или нет? То же самое, и здесь пророк говорит, что信ил сердце Всевышний Аллах, Диэкуат, это что такое сердце? То есть видел Всевышнего Аллаха сердцем.